А кто завязал эту войну? Ну не Зеленский же, ну не Зеленский, ну Таня, ну не Зеленский. Здесь Зеленский думал, дай-ка завяжу войну, дай-ка сделаю так, чтобы украинцы мои погибали. Он думает, как бы люди повернулись домой живыми. Он любит, что хочет, чтобы женщины рожали от живых мужей, а не от портретов. Вы о чем говорите? Что получается, мы виноваты, что еще нас убивают, что ли? Ну что это такое? В чем виновата жертва? Скажите, пожалуйста, в чем уже виновата жертва? Насильник это Путин. Жертва никогда не бывает ни в чем виновата. Ни в короткой юбке, ни в том, что она вышла в 10 часов вечера погулять. Жертва ни в чем не виновата. Ни в чем. Зеленский только виноват в том, что не преклонился перед Путиным. Да, господин, я все понимаю. Вы представляете, чтобы украинцы выбрали себе этого раба Путина? Нет, конечно. Если бы даже не выбрали Зеленского, был бы там, не знаю, Красненский. Да Красненский тоже не встал бы на колени перед Путиным. Украинцы не выбирают рабов Путина. Все. Забудьте слово Зеленский. Просто каждый из украинцев не преклонил бы колено перед Путиным. Никто бы не дал ему Луганск. Никто бы не дал ему Бердянск. Никто ему ничего не дал. Понимаете? Понимаете? Вот я говорю, что ЗСУ не Зеленский. Они воюют просто за свою неделимую Украину. Поэтому вам не должно быть жалко тех россиян. Нет, подожди. А войну? Кто начал? Кто начал войну? Их не политики. Мы тут причем мирные люди. Так ваши мирные люди берут повестку. Ну, команда. Таня, если мирные люди берут повестку, значит, вы уже не мирные. Вы орки. Кто человек, который взял повестку и не порвал ее, является орком? У вас есть земля. В Курске есть своя земля. В Курск почему прилетает? Потому что долетает. Потому что стреляет по Харькову. А чему до 22-го року не прилетало? Прилетает, потому что война идет. Если бы не было войны, не было бы никаких этих Щебекинах, Щемякинах. Я думаю, этот Крокус был бы по-любому. И нардостный Крокус. Это не проблема Украины. А то, что Курс бы не бомбили, это точно. Поэтому не жалко никакого. Как-то ты только, сука, переступил границу 91-го года, ты мясо. Вот так и скажите всем своим курянам. Я понимаю, что вы за три года очень в хорошем состоянии сохранился мозг Татьяны. Сколько она прожила в России? Таня, сколько вы в России прожили? 14-го, скажем. Я, честно говоря, даже не верю. Я думаю, что она все разумеет. Да, у нее в голове там нету раковых опухолей. Я в шоке вообще. Но, знаете, вот это меня бесит у людей, которые прожили в Рашке, или имеют отношения к Рашке. Вот это их фраза меня бесит. Мы маленькие люди, мы ничего не вырешиваем. А что мы можем поделать? Мы, сука, встали и робим всем народом, всей страной. А они, сука, там такие бесхребетные. Вот этим мы и отрязняемся. Таня, могу я вас запытать, чей Крым? Таня, я могу вас запытать, чей Крым? Даже ЦК вы что-то скажете. Я не немец. Я запыталась. Запытала вас, чей Крым? Чей Крым? Я же не президент. Не буду спорить. О, Россия. Это наш Крым. Ну, а Луганск, Донецк? Послушайте, вот, не знаю, как вот это выше девушку зовут. Тера, Тера. О, Татьяна там, о, как может жить в России, там, о, все, она там с ума сошла, там еще что-то, она не понимает. Послушай, оказалось бы ты в моей ситуации, я посмотрела бы на тебя. Угомониться, кажется? По-моему, да. Угомониться тебе надо. Вы мне это скажете? Ага. Так я, до речи, зараз вас, якщо вы не помітили, защищала перед всема, якщо вы не помітили. Я вам про это и сказала, что я вас не засуджую. Я понимаю, в какой ситуации вы опинились, и почему вы так обережно отвечаете. Но я вам просто поясню, что если люди прожили в России деякий час, из-за того, что там российское телебачение, все равно оточение, таке неукраинское, да, с думками люди, а вот с твоей парашою. И вот тому у вас начинается в голове вот такая каша, что вы маленькие люди, и вы ничего не вырешуете. В Украине люди так не кажут. Мы не кажем, что мы маленькие люди, и ничего не вырешиваем. И мы можем критиковать и своего президента, и можем сказать, что и Зеленский нам не похуй. Мы это можем сказать, потому что у нас есть воля и сила это сказать. А у вас завжди. Ну, мы не имеем права сказать. Таня, а если к вам прилетит... Если к вам прилетит дрон... Я докажу, это особо про вас. Я докажу про народ на раште. Таня, если к вам прилетит дрон и убьет вашу семью, кто вас убьет? Без разницы. Нам уже будет это не все равно. Понимаете, если вы сейчас не скажете... Послушайте, мне нужен ваш вывод. Вы не можете без разницы плыть в Курск, потом без разницы плыть к Боженьке. Сейчас нужно принимать какие-то решения, вот уже четкие. Вас убьет Путин. Потому что если бы Путин умер в 12-м году, украинцы были бы живы. И те мальчики, которые вы жалеете, тоже были бы живы. Вас убивают из-за Путина. Пока Путину власти в Курск будет прилетать. Уберите Путина. А как мы его уберем, скажите? Вы про РДК что-то слышали? Выборы были. РДК. Русский добровольческий корпус. Легион свободной России. Они сейчас занимаются этим вопросом. Убирать Путина. Гражданская война идет. Я еще раз говорю, вам кажется, что в Украине безопасно? Я вам говорю, что где вы живете, это вторая Украина. Только единственное, что здесь вас чипают, и вы тут... Ну, это лишняя земля. А там эта земля достойная. Вы там должны быть. Там. Там платить налоги. Там волонтерить. Там помогать ЗСУ. Там свободы слова. Вы там можете вырастить своих детей свободными людьми. А они же у вас ходят в школу. Им что говорят? Царь, Боженька, Путин. Правильно? Вы своих детей сейчас потеряете. Вы их сейчас теряете. Вам кажется, что у них украинское гражданство, украинская кровь. Завтра они станут маленькими путиноидами. Их не будет завтра. Понимаете? Нужно думать... А почему вы так решаете, что их не будет завтра? Ну, вы потеряете их, как кровиночку. Они будут чужими вам людьми. Они просто тоже будут грязнить вокруг себя. Они же будут россиянами. Как Россия людей портит? Они будут ленивыми. Они запьются. Ну, откуда столько алкоголиков в России? Что люди рождаются алкоголиками? Нет. Что они рождаются грязнулими? Нет. Что они рождаются, боятся власти? Нет. Они рождаются просто в России. Потом они такими вырастают. А в Украине другие люди. Они не боятся сменять власть. Они убирают за собой. Они не лентяи, они не алкоголики. Понимаете? Влияет земля. Вот вы сейчас пускаете корни не в ту землю. Ну, хорошо, Таня. Я рада, что вы ко мне пришли. Разговорились на такую тему. Наверное, к следующему разу, если вы придете, может быть, вы подрастете. Подрастете. Ну, я просто дошла до лимита, мне кажется. Вы, если придете ко мне и поговорите со мной в следующий раз, то, я думаю, вы скажете какие-то новые вещи. На сегодняшний день, мне кажется, мы... Нет, ну, вы просто так говорите, как будто, знаете, как Всевышний Бог приговор делаете. Вот, твои дети там, ну, образно-образно. Ты понимаешь, какую... Ну, не так вы, конечно, сказали. Нет, Таня, я уже сказала, что я вас запущу. Да, Таня, я поняла. Я поняла, что вы взяли в рот информацию. Вы ее пожуйте, знаете, как старички. Перед тем, как мясо проживает, уже сто раз переживать. Так же раз, два. У меня дедушка так делал. Вика, когда жуешь, нужно обязательно проживать сто раз. Я думаю, боже мой, я ем на ходу, жую и все. Короче, вы, как мой дедушка, сто раз пожуйте. Вы можете этот эфир переслушать. Послушайте его еще раз. И потом, когда-нибудь что-нибудь, когда процесс пошел, мозг начнет работать. Вы поймете, почему вы можете потерять детей. Я не боженька. Конечно, нет. Я могу быть неправа. Но, как бы, либо вы на своем опыте узнаете, что я права, либо вы сами поймете сейчас после эфира. Но вы не в Японии живете, знаете, и не в Германии, и не в Америке. Россия имеет оттенок. Вот это как у жирафа, знаете, пятнышки. Вот они вот на ваших детях еще больше отпечатаются. Если вы еще знаете, что такое Бердянск, ваши дети Бердянска не знают. Понимаете, им нечего отчитываться, как бы отталкиваться. Поэтому, чем быстрее вы поймете, что Россия засасывает и портит, и вы можете потерять самое лучшее, и в том же плане, в том же, и мужа можете потерять, да? Вот. Ну, все. Ну, я просто предупредила. Желтый свет включен. Вы можете, как бы, не это... Не думать про желтый свет, а идти вперед.